Всем привет, меня зовут Никита, я один из контрибутеров Каталиста и сегодня я вам расскажу про прунинг фича, которая появилась в Каталисте не так давно Давайте начинать, план такой Сначала я расскажу о проблемах всех State of the Art, сеток, которые так модно вымолить сейчас Дальше расскажу, что мы можем с этой проблемой сделать Все четыре пункта будут посвящены прунингу Сначала расскажу о его идее Затем про реализацию в PyTorch и в конце про реализацию на Каталисте Итак, проблема В большинстве сферах State of the Art сетки имеются больше и больше количества параметров Есть эмпирическое правило, которое, например, для NLP очень хорошо работает Число параметров в салтосетках растет экспоненциально Скажем, сюда не по ЛГБТ-3, но у нее параметров в 10 раз больше, чем у текущей, самой большой, на графике В чем, собственно говоря, проблема? Понятно, что большие сетки невозможно деплоить на CPU Скажем, на мобильные устройства из-за их размера Так как, во-первых, они будут очень много весить и памяти телефона может не хватить Во-вторых, процессор телефона не совсем заточен под тензорные операции И это сильно увеличивает время ожидания ответа от сетки Даже если мы деплоим на сервер, а не на мобильное устройство То ресурсы тоже ограничены Например, некоторые сетки могут не помещаться на одну GPU-карту И приходится загружать их на несколько И это GPU-карты достаточно дорогие И бизнесу это может стоить много денег Давайте посмотрим, что с этим можно сделать Есть три основных идеи, как можно бороться с этой проблемой Первое – это дистилляция знаний То есть мы учим дистилляйшн Мы берем большую нашу модель учителя, которую мы обучили И которая показывает отличные результаты И мы придумываем какую-то архитектуру, которая похожа на модель учителя В принципе, может обобщить то же самое, что и модель учителя Но имеет меньшее число параметров И помимо обычного обучения с лоссом взятых задач То есть для классификации это кросс-энтропия Мы будем добавлять еще один лосс Лосс, который идет от разности аутпутов между учителем и учеником Допустим, для задачи классификации мы можем брать КЛ-дивергенцию между аутпутом учителя И модель ученика Второй метод – это квантизация Мы знаем, что тип веса, как правило, в моделях – это FP32, иногда FP16 Но все же это непрерывный спектр Один параметр весит довольно много Давайте попробуем перевести этот параметр в какой-то Из непрерывного спектра Где он может принимать свое значение в какой-то дискретный спектр Который будет приближать на что-то непрерывный Иными словами, давайте возьмем, например, int8 У которого всего 256 значений дискретно И пытаемся им приблизить непрерывное распределение Оказывается, что такой метод работает довольно хорошо Дает сильное ускорение, особенно на CPU Из-за того, что он занимает просто меньше места на кэше процессора И сейчас это, наверное, один из самых популярных методов для уменьшения И, наконец, спрунинг Давайте возьмем нашу большую сетку Разберем примерно Full-connected сетки И скажем, что не все Соединения между нейронами одинаково важны И предположим, что мы каким-то образом можем удалить некоторые соединения И при этом сетка их не сильно потеряет в качестве Мы можем удалять соединения, как я говорил Либо мы можем удалять целые нейроны со слоев Таким образом мы тоже добьемся некого ускорения И уменьшение размера модели Давайте посмотрим на рисунок На нем изображена FC-сетка И цветом обозначен знак и модуль веса Соответственно, синим цветом обозначены все веса, которые меньше 0 Красные, которые больше 0 И чем более яркий цвет, тем больше веса по модулю Мы видим, что даже в случайно инциализированной сетке Достаточно много весов имеют малый по модулю размер Давайте пытаемся удалять именно их Посмотрим более формально на этот момент Мы можем представить линейный слой в виде перемножения нашего input-вектора На какую-то матрицу весов W Плюс какая-то нелинейность в виде рыбы Для простоты мы возьмем именно ее Тогда для it-компоненты выходного вектора мы получим Некоторую сумму Взвешенную, которая состоит из Параметра и житые компоненты входного вектора Соответственно, мы можем понять, что сумма Тем меньше зависит от какого-то веса, чем он меньше по модулю То есть, в принципе, идея того, что мы удаляем все веса, которые меньше определенного модуля Выглядит здорово Но помимо этого есть еще некоторые методы Например, для NLP Характерно не обучать заново сетку, а только fine-tuning уже print-train сетку И, скажем, один из методов Это movement pruning То есть, когда мы смотрим на то, насколько изменилось во время fine-tuning вес модели Если вес модели по модулю увеличился То есть, отошел дальше от нуля То мы делаем предположение о том, что этот вес важен Если же наоборот вес из большого значения двинулся к меньшему То мы делаем вывод о том, что этот вес можно удалить То есть, сделать pruning Такой метод работает лучше именно для NLP В общем, мы не ограничиваемся методом pruning И можем убирать веса, основываясь не только на их текущем модуле Давайте посмотрим на реализацию Как это все реализовано в PyTorch Заведем какой-то модуль линейного слоя Сделаем bias-false Например, посмотрим на параметры Параметры очевидно будут содержать одну матрицу, натрицу весов В данном случае размер здесь на 10 Как мы видим, если мы посмотрим на буферы нашего модуля То они будут пусты И давайте применим pruning из NN-модуля И посмотрим, что у нас изменилось Ну, во-первых, у нас изменилось название Параметра Появился postfix-arig И Также у нас появился некоторый буфер В котором хранится некоторая маска Маска означает Она бинарная и означает Она такого же размера, как и матрица весов И говорит о том Был ли сделан прuning конкретного данного Параметра или нет И добавился еще Preforward hook Который Перед тем, как Умножить Матрицу весов на входящий вектор Она сначала эту матрицу весов Умножает на маску Которую мы получили Пару слов о каталисте Каталист — это OpenSource Framework, который позволяет Писать меньше кода Сосредоточиться именно на Постановке задачи А не на написании for loop Скажем, для почти любого эксперимента Нам нужно переопределить всего лишь один метод У Раннера, который занимается обучением модели Ну, в примере у нас задача классификации Как мы видим, мы просто берем батч Запихиваем его в модель Получаем output Смотрим на Какой-либо критерий Здесь это кросс-энтропия Замеряем метрики И просто говорим, что Вот, смотрите Батч-метрикс на данный батч Вот такие вот И дальше, если необходимо Делаем loss backward и optimizer step Почему это хорошо И почему это лучше, чем просто писать код Во-первых, это избавляет от Тройных четверных for loop По даталоадерам, батчам И стейджам модели А во-вторых, это гарантирует Некоторую воспроизводимость экспериментов Так как внутри раннера Каждую эпоху выставляется Random Seed И если мы даже повторим наш эксперимент На разных машинах То мы видим, что результат не отличается Давайте посмотрим, как реализован pruning в каталисте В каталисте замечательная штука Называется callback Это некоторая Часть раннера, которая может Запускаться на определенном этапе Например, в конце батча В конце Стейджа В конце лоудера И так далее Давайте посмотрим на аргументы этого callback Первый аргумент это pruning function Pruning function берется из модуля PyTorch Который отвечает за pruning И нам достаточно передать именно функцию И никак ее не вызывать Второй параметр это Case to prune Он означает Он задает те параметры Которые мы хотим pruning для модуля Ну, скажем, дефолтное значение это weight Также мы можем добавить сюда bias Ну и так далее Зависит от слова У каждого слоя свои параметры Следующий аргумент это amount То Какое число весов мы хотим убрать Либо параметры других Соответственно Может быть и intом и floatом Если int То будем задавать Именно число параметров Скажем, если мы хотим Убрать 90% весов Из Линейного слоя Который на вход принимает вектор размера 10 И на выходе Выдает вектор размер 20 То нам нужно будет сюда задать 180 Что является 90% от душа И соответственно Есть два флага Prune on epoch and Prune on stage and Он говорит о том Когда мы будем применять pruning Мы можем применять его в конце эпохи И мы можем применять его в конце Stage То есть когда трень закончится Следующий аргумент это Remove reprimatization Если он true То в таком случае Удаляем матрицу весов И просто Умножаем нашу Маску Которая нам попала от прунинга Умножаем ее на Веса И получаем просто В некоторых местах Зануленную матрицу весов Следующий аргумент это Какие слои мы будем прунить Я думаю объяснение не надо Аргумент dim, который говорит По По какому направлению мы будем прунить наш tensor Параметров Скажем если у нас есть матрица 2 на 2 То мы можем указать dim равную 0 и 1 Если мы указываем dim равную 0 То мы будем прунить по Соответственно строкам Если dim равную 1 То мы будем прунить по столбцам Занулять весь столбец Либо весь ряд И еще один аргумент lnorm Который говорит о том По какой норме мы будем прунить То есть Скажем Можем использовать l1 норму l2 норму И так далее То есть параметр ln Вот сюда вот можно поставить Что мы делаем дальше Мы Как обычно в pipeline Инициализируем датасет Инициализируем оптимизатор Лоудеры Шедулеры Если нужно Мы говорим теперь Что давайте Инициализируем runner И говорим runner train И передаем в callback Наш callback И дальше соответственно В зависимости от вот этих вот двух флагов Сетка в какой-то момент Начнет пруниться Давайте разберем Несколько Пайплайнов Первое Это обычный Наивный прунинг Опять же Здесь Никакого отличия От обычного эксперимента Мы просто Обучаем какую-то сетку На каком-то датасете Допустим Мы это сделали Обучили Теперь мы можем взять Наш callback И Как бы Применить его К уже обычной сетке Несколько раз При этом Веса остаются теми же Меняется только Маска прунинга И Можем на каждой итерации Замерять качество И смотреть на сколько оно упадет Давайте рассмотрим еще один байплайн Это итеративный прунинг Здесь мы На каждом этапе На каждом стейдже Дообучаем сетку После прунинга То есть Что происходит сначала Сначала мы Обучаем нашу сетку Затем Делаем прунинг И потом Мы как бы Тюним нашу сетку Опять же На наши данные То есть Пытаемся как-то Изменить те веса Которые не были Отрезаны в результате прунинга Такой процесс мы повторяем несколько раз И в итоге получаем финальную модель Скажу сразу Что качество получается гораздо лучше По сравнению с Наивным прунингом Но можно Еще интереснее Давайте будем делать следующую вещь Вначале сам сохраним Где-то вот здесь Вот сохраним Стоит дикт нашей модели После инициализации То есть Мы сразу ее инициализировали И просто Сохранили ее Рандомно сгенерированный Стоит дикт Затем мы ее обучили Ну то есть Если мы в первый раз проходим По циклу Вот мы ее обучаем И затем Делаем следующую вещь Мы сгенерируем Прунинг маск Для уже обученной модели И применим эту Прунинг маску Для модели Для весов Которые были На самом начале Соответственно Вот эта функция Мерштейт дикт Что она делает? Она берет Прунинг маску Из Второго аргумента И веса Из первого То есть Мы как бы накладываем Маску Из обученной сетки На еще не обученной Рандомно инициализированной И затем Снова Обучаем Такой процесс Тоже итеративный Кажется Что он Не очень интуитивен Почему вообще Должно что-то получаться Но давайте Посмотрим на результаты Как мы видим Даже при наивном Прунинге С чем то что это Логарифмическая шкала Да Сразу скажу Что я обучал На месте Обычную Вц-сетку Из трех слоев Потому что Это было быстрее И вполне себе Демонстрирует Сущность Прунинга Так вот Скажем даже При 30% Оставшихся Весов В Модели Мы получаем Качество В районе 95 Что в принципе Не сильно Плохо Дальше конечно же Мы падаем И скажем На 10% Весах У нас уже Акьюриси 55 Давай посмотрим На итеративный Прунинг Он ведет себя Очень хорошо Вплоть до 4-5% Где У него есть Небольшой спад Производительности Но все же Это в районе 90% Мы видим Результат Очень интересный То есть даже Скажем 3% От Начальных Весов То есть Все остальные Нули От 3% Это какие-то Параметры Дает Очень даже Неплохий результат И Последним Рассмотрим Вот Ретикет Как мы видим Он ведет себя Ровно так же Как и итеративный Прунинг Примерно И в конце Конечно Немного проигрывает Но Почему Вот Последний эксперимент Столь интересен Скажем Если При итеративном Прунинге Тут было всего 35 этапов И Сетка Каждый раз Обучалась То есть На каждом шаге Вот расстояние От самого первого шага До последнего Это Если было На каждом этапе 10 эпох Всего было 35 Этапов То это 350 эпох Грубо говоря Нам нужно Чтобы вот Как-то понять Какие веса Будут у этой сетки А С лоттери тикет Что мы получаем Мы каждый раз Инициализировали Сетку С Исходным Стоит дик Который вроде как Рандомный И просто обучали Его 10 эпох То есть Формально говоря Если бы мы Каким-то образом Смогли угадать Маску Которую нужно Применить К инициализированной Сетке Пусть даже Она прунет 97% весов Мы получили бы Результаты Вполне Достойные То есть Если бы мы Угадали на самом Первом этапе И сказали Что вот эти Веса мы выбираем И потом просто Добучили бы 10 эпох Что достаточно быстро То мы бы Могли вообще Не увидеть Потерь качества Более того Если вот Посмотреть на Кажем На значение 50-30% Оставшихся весов Оно будет лучше Чем у Исходной модели Связано это с тем Что Возможно В даже Рандомно Метализированной Достаточно Большой модели Есть какая-то Под Сетка Которая С нашей задачей Может справляться Гораздо лучше Чем Пусть даже Обученная И большая Соответственно Эта гипотеза Называется Lottery Ticket И я вам Ее продемонстрировал Пока что Ну давайте Поговорим о проблемах Пусть мы Запрунили 97% Весов Что нам дальше делать Если вы Пробуете Сохранить модель То Вы увидите Что Размер модели Никак не изменился Из-за того Что мы просто Заменили Все Параметры Которые мы Запрунили Нулями Нули Все равно Типа FP32 Соответственно Весит они Ровно столько же Соответственно Мы не можем Оптимально Хранить веса По поводу Ускорения В На текущий момент В PyTorch Нет Ни одного Спарс слоя Не считая Нинэмбэндинг Который Формально Спарс И выдает нам По Индексу Эмбэдинг Вектор Ну в общем В PyTorch Сейчас нет Спарс слоев Если говорить В общем Поэтому Есть Спарс операции Сильного Ускорения На текущий момент Они не дают Хотя Если посмотреть На последние Карточки Которые Уписывали Вроде Как они Движутся В этом направлении Что спарс операции Будет быстрее Возможно В других фреймворках Уже Есть Спарс Слои Но пока Что это не совсем Общедоступно И поэтому Ускорение Тоже Никакого Не заметим Вопрос Что же С этим делать Давайте Вернемся День И посмотрим На то Что такое Матрица Весов И Как Какая У него Связь Между Слоями Нейронов И Собственно Говоря Математическое Представление Матрицы Квадрата Чисел Давайте Вспомним Что такое Умножение Вектора На матрицу Транспонированного Вектора Соответственно Уберем Строку Из Вектора И умножаем На столбец Из матрицы Таким образом Мне несложно Догадаться Что столбцы Матрицы Это Некоторые Гофоненты Нейронов И Соответственно Если мы Сможем Каким-то образом Убирать Вместо Просто случайных Значений В матрице Ну то есть Вместо Абсолютно Любого значения В матрице Мы можем Убирать Именно Столбец Скажем Мы можем Посмотреть На Сумму Модулей Чисел В столбце Если она Достаточно Маленькая То Просто убрать Столбец Таким образом Уменьшив Размер Матрицы И соответственно Скратив Количество Операций Которые Происходят На железе Соответственно Это уже Нам даст И буст И Увеличение Уменьшение Модели По Размеру В мегабайтах Также Мы можем Примерно То же Самое Продемонстрируем Для Сверточных Слоев То есть Убрав Некоторые Каналы Из Наименее Значимые Каналы Скажем Резонет Блока Получить Полностью Достойные Результаты Но И тут И тут Есть проблема Если мы Здесь Допустим Берем Один Слой Один Столбец То Соответственно Output Shape Этого Слой Изменится И нам Нужно Будет Корректировать Еще И Следующий Слой То есть Уменьшить Следующим Слою Количество Столбцов Строк Соответственно Для Свертки Та же Самая Ситуация Если Мы Убираем Канал На Предыдущей Свертке То Нам Нужно И Убрать Все Фильтры Соответствующие Данному Каналу На Следующие Свертки В общем Все Не так Тривиально Как Кажется И Сейчас На данный Момент Прунинг Это Немного Специфичная Вещь И Как Правило Все Сейчас Концентрированы На Том Чтобы Найти Метод Как Убирать Каналы Из Сверточных Сетей Также Хочу Сказать Что Мы Можем Использовать Прунинг Вместе С Другими Методами Дистилляции Которые Были На Одном Из Первых Слайдов Например Мы Можем Обучить Большого Учителя И Затем Сделать Прунинг Прунинг Некоторых Например Каналов В Свертках И Потом Вместо Обычного Обучения Тюнинга Подношу Дальше Мы Можем Давить Какие-то Лосы Которые Связаны С большим Учителем То есть Для задачи Классификации Это будет Калидивергенция Для Если у нас Image to Image Translation То это будет Output Image Или один Лос между Опытом Учителя И Ученика Который Меньше За счет Того Что у него Запорнили Некоторые Веса И это Вполне Будет Работать И после Вот этих Всех Операций Мы еще Можем Применить Квантизацию И таким Образом Прям Сильно Сильно Пожать Нашу Модельку Исходную Которая Была Здесь Мы Можем Это Задеплоить Каким-то Образом И Получить Профит Скоростью Памяти Примерно Во всем Остальном Давайте Представим Ситуацию Пусть у вас Есть Какая-то Модель И вы Хотите Уменьшить Что Вам Делать Первое Что вы Должны Сделать Это Попробовать Обычную Аквентизацию Допустим Для MLP Динамическая Аквентизация Не требует Даже Даталоудера То есть Вы можете Просто Загрузить Большую Большой Берт Буквально Думя-тремя Строчками Сжать его Думя-тремя Строчками Кода Перевести Его веса В М8 Например И Посмотреть На результат То есть Замерить Насколько Модель Стала Быстрее Насколько Она Стала Меньше И Только Если Этого Недостаточно То Переходить К другим Более Специфичным Методам Например Дистилляция Знаний Соответственно Для этого Вы Должны Каким-то образом Либо взять Уже Готовую Модель Ученика Из какой-либо Статьи Либо Придумать Самим Архитектуру Для ученика И Просто Обучить Эту Сетку Практически С нуля Используя Дополнительные Лоссы От учителя Это Достаточно Специфичный Но Скажем Для НЛП Есть Успешный Пример Дистилберт Которого Сократили Число Энкодеров В два Раза И Который Работает Вполне Себе Достойно И почти Не подвигает Большому Бирту Обычному И Если вам И этого Недостаточно То Вы можете В этом случае Попробовать Прунинг Как правило Сейчас Прунинг Применяется Только для Уменьшения Числа Каналов В Сверточных Сетях И Числофильтр Соответственно Но Метод Очень Специфичный Достаточно Тяжело Извести Код В Статьях Как правило Непонятный На текущий момент Прунинг Это Одна из последних Вещих Которых Нужно Пробовать Но Как тема Для исследования Это Очень интересно Потому что Мы видим Что все больше И больше Фреймворков И со стороны Железо Поддерживает Спорт Соперации Так что Попробовать Определенно Стоит Если вам Интересна Тема То вы можете Почитать Материал Я думаю Презентация Будет И вы можете Пейти по ссылке Соответственно Статья Лейкуна Репозиторий С Некоторые Выдержка Из статей По Прунингу Которые Самые Знаковые Обстанно Выполняется И Статья Про Лотеретики Фрепотесис Парамет Который Я рассказывал Всем Спасибо Я надеюсь Было Интересно И Теперь Вы можете Попробовать Вместе С каталистом Прунинг На свои Задачи Всем Пока